Привет, собака! Привет, собака! Привет! Так, вот едешь себе по лесу, и тут раз, полянка. А на полянке, значит, качели, игровая площадка, волейбольная, футбольная. И вон там все для пикника. В том числе такие вот вигвамы. Я не знаю, видно будет, нет. Там внутри скамейки и вот такой вот гриль. И все это в свободном доступе, в целости и сохранности. Даже умывальники есть. Алёхин, привет, собака! Женщина с собакой сначала спросила, не боюсь ли я собаку или ее. И только потом спросила, можно ли собаку спустить с поводка. И только когда я разрешил, спустила. Вот как. Ну что ж, здесь и отобедаем. Но сначала хотел рассказать про свою походную кухню, полууниверсальную, алкогольно-зависимую. Она у меня занимает вот столько места, вместе с топливом. И весит, наверное, все вместе полкилограмма от силы. Собственно, сама по себе печка это вот такой вот легенький и компактненький наборчик титановых пластинок. Который таким вот незатейливым образом собирается в каркасик. Снизу в него вставляется ситечка для дров. Можно, кстати, менять высоту. Регулировать пламя. Вот. А сверху подставка под посудку. Вот так эта печурка выглядит в сборе. И вообще ничего не весит. Вот, в общем, печка-щепочница. Собственно, сама спиртовая горелка. Ветрозащитный экран. Для спиртовой горелки он, можно сказать, что обязателен. Вот такая вот штучка. Вот, цепь. Ну и сама кружка. Она же кастрюлька. Ну и вилка, конечно. Вот такой вот весь комплект в рабочем состоянии. Вот, выкладываем наши щепочки колодцем. Поджигаем. И пол-литра воды. Эта наша система кипятит за... за 13 минут и 11 секунд. Вот. Вот. Щепок нужна вот такая жмень. Это у нас, значит, будет обед. Если с дровами, в принципе, все понятно. Да, я говорил уже, такую где-то жмень щепок сухих, то со спиртом, со спиртовой горелкой, если вдруг кто не знает, надо немножечко уточнить. У нее двойные стенки, и внутренние стенки не доходят до дна, и мы получаем два сообщающихся сосуда. Когда мы наливаем в горелку спирт и поджигаем его, сначала он горит точно так же, как если бы мы подожгли его просто в обычной рюмке. Но потом за несколько десятков секунд нагреваются внутренние стенки и венчик с соплами. Спирт начинает интенсивно испаряться во внешней емкости, и в виде пары выходит через маленькие отверстия наверху. Тут пары спирта воспламеняются, и горелка переходит в рабочий режим. При этом в самой чашке горелки, куда мы наливали спирт, спирт гореть перестает, потому что ему уже не хватает кислорода. Если поджечь спирт не в самой чашке, а вот в этом вот желобке, то венчик прогреется быстрее, и горелка быстрее выйдет на рабочий режим. Зная принцип работы этой горелки и то, что пары бензина в разы взрывоопаснее паров спирта, мы можем сделать правильный вывод, что бензином эту горелку заправлять нельзя. Выглядит, конечно, поизящней, чем щепки. На свету даже не будет видно, горит или нет. За 26 минут. Гасим горелку мы вот так. И убрали. Не задуваем. Итак, на дровах мы вскипятили пол-литра воды за 13 минут и на спирте за 26 минут. В обоих случаях я не закрывал крышкой. С ней, конечно, получилось бы быстрее. Итак, какие плюсы у этой системы? Простота, конечно. Ну и, как следствие, неубиваемость. Компактность и легкость. Относительная универсальность. Можно использовать спирт, сухой спирт, горючие гелии, древесину. Минусами по сравнению с газовыми горелками является меньшая мощность. Газовая горелка, конечно, все это гораздо быстрее бы вскипятило. И для спиртовой горелки обязательно необходима ветрозащита. Если дрова-то еще как-то переживут. Вот. А пары спирта сдуваются элементарно. Зато, опять же, в сравнении с газовой горелкой, спирт горит и на холоде, равно как и дрова, разумеется. А вот газ в баллоне может замерзнуть. Кроме того, газовые баллоны не пускают в самолет. Использовать ее можно как индивидуальную, одиночную. Потому что, конечно, на несколько человек так по полчаса не накипятишься. Как аварийную. На случай, если кончился газ внезапно. Спирт, конечно, может еще внезапнее кончится. Но тогда можно будет топить дровами. Можно использовать как две самостоятельные пичурки. Эту со щепками. А эту поставить, например, колышки от палатки сверху. Кружку. И все. Готова печка. В принципе, если закрутить так поплотнее, то можно в ней возить и спирт. Получается такой нормальный аварийный вариант. Спасибо всем, кто осилил до конца. Надеюсь, было интересно и, может быть, даже полезно. Всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ